Ты чё без маски вышел? Вообще-то их уже отменили. Вообще-то ты хоккейный вратарь. Так шутят белорусы. А теперь давайте поговорим серьезно. Привет, меня зовут Валдис. В Беларуси по расписанию стартовали и не приостанавливались чемпионаты высшей, первой, второй лиги, женской лиги, игры Кубка Беларуси среди женских и мужских команд, а также турниры дублирующих составов. Игроки и сотрудники сотрудницы клубов вынуждены были работать и находиться в ситуации риска. В итоге у десятков игроков и сотрудников сотрудниц разных клубов выявлены случаи заражения COVID-19. Некоторые из них даже оказались на аппарате искусственной вентиляции легких. В связи с этим некоторые матчи были перенесены, однако чемпионаты продолжились. Самые последние примеры — это вспышка вируса в команде «Динамобрест», это игрок команды городей на аппарате искусственной вентиляции легких и единственный впервые перенесенный матч высшей лиги в этом сезоне. В общей сложности на играх присутствовало суммарно около 15 тысяч человек, и это только в июне. В среднем на каждую игру приходило около тысяч человек и более 4 тысяч человек на главных играх тура. За весь июнь на сайте Федерации футбола не было ни одной новости про COVID-19. Однако в одном из интервью первый заместитель председателя Федерации футбола Юрий Вергерчик говорит, что надо сказать спасибо руководству страны, что не ввели карантин. Зато весь мир впервые следил и делал ставки именно на белорусские матчи. Пускай и пару месяцев. Дивиденды какие-то Федерации чувствуют? Ну, конечно, ну, допустим, смогли заработать, скажем так. Нет, мы не скажем сколько, но это небольшие деньги. И опять же, ну, скажем так, эти деньги позволят нам положить три вот таких вот полноразмерных площадки. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.